господа благо дистанции с третьей попытки пытаемся записать видео о чем я уже думаю можно уже не рассказывать сколько дублей ладно ребят сборочный цех на су-122 1956 что-то за танчик я расскажу вышло видео буквально вот недавно типа халява можно так сказать типа халява роднульки с третьей попыточки попробуем так сказать сделать смотр всего этого происшествия всего этого события всего всего этого добра и позитива поехали на ролик на 3 минуты дальше будем разбираться по ходу разберемся чат танкисты сборочный цех возобновляет свою работу это значит что новая машина уже спроектирована и вскоре начнется ее сборка шкала прогрессии со скандала 26 этапов тут можно включить за каждой положены награды боны кредиты личные резервы экспериментальное оборудование и в завершении конечно премиум машина сборка машины осуществляется с помощью жетонов сборочного цеха один жетон один этап жетоны можно получить выполняя специальные задачи на неже все принципе как в прошлый раз я думаю вы помните под новый год делали тоже вот эти жетончики за база задачи тст тст машина восьмого уровня чех и принципе концепция вся та же но я думаю вы вы понимаете или если кто не сталкивался то ничего сложно там некая становилась и заваля подробно не сильно сложно задачи разделены на процеду доступ каждый из четырех открывается постепенно новая неделя новая глава в рамках каждой главы доступны 11 специальных задач события за их выполнение также можно получить награды кредиты снаряжение и пред боевые инструкции удобство заключается в том что специальные задачи одной главы могут выполняться параллельно да кстати это одном результативном бою можно закрывать сразу несколько задачки забейте чуваки они просто научить что приступить к следующей главе можно только после получения всех жетонов из текущей и только в случае если глава открылась доступно 5 жетонов сборочного цеха за первую главу и по 6 за три последующие жетонами за специальные задачи можно заполнить 23 из 26 этапов 23 из 26 о как то есть 24 25 26 будут платными по большому счету концепция не поменялась прошлый раз тоже три этапа были за голду но я так понимаю в этот тоже будет за голду то есть грубо говоря 23 этапа бесплатно услышите 23 этапа надо будет немножечко расшекелиться но по сути это копейки оставшиеся три жетона не цену не приобрести за бон и во внутриигровом магазине а ну ты типа можешь их бесплатно потому что ну бон и ты можешь фармнуть бесплатно и полторы тысячи вон он кстати это немного и заголдушку можно будет или вам хочется закрыть шкалу прогрессии быстрее то любое количество этапов можно докупить за золото в течение всего сборочного цели один это будет в начале события доступна покупка одного из трех наборов жетонов с выгодной скидкой так 3 жетона 4 275 3 жетона 4 275 если мне память не изменяет можете поправить меня в комментариях по моему на тст надо было потратить что-то около 2400 голды 2386 или что-то такое короче 2400 округляем а сейчас 4 275 ну по идее под подорожало если я ничего не путаю но на тст вроде этапа было больше да ну короче 4 275 голды чтобы получить танк 9 было премиум пойти мудро на этот раз главная награда сборочного цеха и я на него и премиум машины 9 уровня су-122 выпуска 1956 года советская пт-соу сильные стороны которой высокая движность маскировка и впечатляющие цифры урона в минут дпм там правда мощный там по 4 снаряды с достойным бронепробитием и хорошей скоростью полета помогут увозить с поля боя больше серебра выполняйте задачи получаете награды собирайте уникальную премиум машину и почувствуйте себя настоящим конструктором боевой техники в новом сборочном цехе старички обрадуются старички обрадуются на тигинская ты не просто старший инженер ты ого-го полный ого-го а может быть и гога дамы и господа су-122 я думаю что старички вспомнят как она называлась она называлась су-122 54 по моему не 56 су-122 54 вроде а можете су-122 56 вот как раз повод для комментариев господа это был прокачиваемый танк раньше и он был девятого левела также но к ветке 263 вы спросите как 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 какать наш встретит а 9 левела а вот в этом-то и прикол 263 был на десятом уровне это еще в те бородатые времена когда у да забыла песня 300 ммм брони если вспомнил лайк поражал он был десятого уровня объект 263 и этот был его предшественником то есть на девятом уровне вот су-122 54 ну я вот я вот помню да и я на нем играл недавно я его тестировал мне давали его в тест и если его не понерфили от тех ттх которые я тестировал потому что за всей информации не уследишь лучше перестраховаться вот я его тестировал в этих ттх если его не понерфить то машинка прикольно реально жесткий дпм там под 4500 получилось раскачать броня так себе ну знаете чем напоминает мне этот геймплей вот кто играл на vz-120 vz-120 gf-t вот короче премиумная птшка восьмого уровня китая вот это примерно схожий геймплей дпм действительно классный на подвижность действительно классный у в сувенами немножко такое неприятненько то есть войны чутка дискомфортные но в целом играть на этой тачке мне понравилось если ты кому-то просто влетаешь и начинаешь дпмить в харю ну 4500 это это очень жесткие цифры целом прикольно я бы поставил 8 из 10 при при тех ттх которые я тестировал кстати мы сейчас можем зайти и глянуть ее ттх я думаю они уже появились в клиенте игры и так ребят смотрите вот у нас су-122 54 который 1956 залазим мы ему в настрой очки смотрим запускаем всю вот эту историю вот запускаем 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 ну в основе ему плавный ход и плавный поворот башни это будет считаться у него я так понимаю как поворот углов горизонтальной водочки здесь мы ему прожимаем половуху его а кстати очень интересно я когда его катал половуха на него ставить нельзя было так плюс 5 скорости поворота ходовой здесь наверно поставим здесь мы поставим отстройку параллакса здесь мы поставим к обзору и здесь плюс минус 3 от времени заряжания так хорошо теперь мы ребята заряжаем его да по очкам очень хорошо сюда мы ставим досылатель я просто хочу зарядить его как заряжал его я до этого я вот так вот ему ставил потом я ему ставил вентиляцию у меня я помню была динамика классная да 22 22,6 лошадок на тону 56 максималка вперед 20 назад я не ставил на него никакие эти турбины ничего на него не ставил маскировочка кстати у него действительно неплохая в целом в общем и целом 1700 хп я бы просто сюда вальнул вот так вот закалку и все я не помню кстати я оставил ему или закалку или емп по-моему я емп на него ставил еще девятьсот двадцать короче суть даже не в этом суть в том что 4 250 дп мак кстати у меня по моему было 4 500 все-таки немножко его подровняли по ттх я как-то его раскачивал на 4 500 там вообще зверюга был в общем судя по всему его немножко поднерфили можно там порыскать информацию как его в последних итерациях поднерфили когда я играл было прям но мне понравилось вот было прям хорошо эти углы минус 8 плюс 16 ему углы добавили да ребят его немножко отрепетировали в целом я думаю что все равно машинка будет достойной мы ее потом покатаем ее потом пока потом потестим когда она выйдет уже в этих ттх потому что опять же я катал ее с одними ттх немножко все поменяли но 4 250 дп м а это все равно будь здоров пробитие подколом 274 к умысом 320 а было 340 когда играл да ему нормально тут под репетировали такая вот петрушка покатаем обязательно посмотрим что из этого получится но в целом выглядит неплохо пишите в комментариях обязательно застали вы его в те самые времена когда он был прокачиваем или нет посмотрим сколько олдов в комментарии наберется лайк прожали подписочку оформили но тогда вам спасибо за это